Друзья, приветствую всех на канале Рецепт Вкусной Жизни. Меня зовут Настя Лосева. Сегодня мы едем на остров Русский провести. Приятно день, покупаться, отдохнуть. Перед вами сейчас вид на город Владивосток с моста, который ведет на остров Русский. Мост так называется Русский. Это пролив Босфор Восточный и бухта Золотой Рог сейчас перед вами, где на рейде стоят корабли. Сюда заходят в достаточно большом количестве. И сейчас вы увидите пляж внизу будет расположен, где тоже очень часто купаются горожане. Ну и, конечно, вот такая пробочка, потому что сейчас очень много туристов. И откуда приехали туристы, сейчас очень легко вычислить по государственным номерам. Итак, я приглашаю вас в поездку. Не переключайтесь, досмотрите ролик до конца. Будет интересно. Сегодня будет хороший улов и приготовление моллюсков. Нет, это еврейская автономная область. Я был прав. Это у нас? Да. Это из еврейской автономной области скрытия. Ордино. Субтитры создавал DimaTorzok Мы остановились на заправке При въезде на остров Русский Вот такая стоимость бензина У нас кому интересует Какой бензин Ну и вот здесь Всегда у нас организована Такая достаточно Она популярная Ну плюс сейчас еще очень много туристов Вот вы видите По номерам можно посмотреть 27-28 регион очень много Вот Ну здесь Решили заправиться Потому что заканчивается топливо Ну и дальше поедем Купаться Туристов сейчас много Здесь можно перекусить Либо купить что-нибудь себе в дорогу Там магазинчик есть На этой заправке В принципе достаточно такая цивилизованная Туалета здесь нет Туалет здесь всегда закрывают Но у нас в Владивостоке Вообще если честно Проблема с туалетами Поэтому если вы Собираетесь Как туристы ехать в наш город Вот я вас предупреждаю О таких Небольших минусах А мы сегодня собираемся понырять За Спизулой За ракушкой Посмотрим как это получится Вот Я для вас Специально хожу Снимаю Так что Оставайтесь На канале Подписывайтесь Если вас интересует Отдых Или путешествие Владивосток Приморский край Будет интересно Покажу вам море И очень популярную Бухту Для купания На всяком случае Которая нам нравится Это Мы с Вятлино Там две бухты Мы сейчас будем заправляться Друзья Добрый день Я приветствую вас На канале Рецепт вкусной жизни Меня зовут Настя Лосева А у нас сегодня Прекрасный солнечный день За бортом Поэтому мы решили Съездить Искупаться Муж Будет Нырять Я вам покажу Его со снаряжением Хотим Спизл Немножко Понырять Приготовить морепродукты Ну Готовить уже будем дома А там искупаемся Покажу вам море Мы с Вятлино Покажу обязательно Это достаточно популярное Место отдыха Ну Мы едем на остров Русский Цены на бензин Рыбалка Стрелялка Купание И так далее Немножко море Ну И немножко Релакс Такой Я вас приглашаю На свой канал Для того Чтобы вы отдохнули Вместе с нами Но если планируете Отпуск В Владивостоке Не забудьте подписаться На канал У меня много видео Про Владивосток Приморский край Путешествия Базы отдыха Поэтому это будет вам полезно Всегда рада Ответить на ваши вопросы Если они будут Комментарии Жду от вас Кто уже был В Владивостоке Какие впечатления Ну и В свете последних событий Я думаю Что поездки В Владивосток Будут достаточно популярны Поэтому вы можете Обращаться Я всегда вам помогу Сориентирую Где можно снять квартиру В какой гостинице Как снять квартиру Если вы едете Большой семьей Обо всем об этом Будет информация На моем канале Если вы что-то не нашли Обязательно Напишите мне Я вам помогу С этим вопросом Ну что А сегодня у нас Отдых Релакс Видео И Не забудьте Поставить лайк Если вам интересно Ну и делитесь этим видео Подписывайтесь на канал Я буду рада Общению с вами Едем отдыхать Ну вот как раз Это и есть Мы с Вятлино Видите Здесь Две бухты Справа и слева Некоторые люди Оставляют машины Вот здесь Дорога здесь плохая Ну проезжают Даже на Приусах Конечно Кому не жалко Но вот Некоторые оставляют Люди здесь Машины И можно пешочком Спуститься Вот Прямо на берег Здесь получается Две бухты У меня тут Палец поврежден Мы купаемся Вот здесь Слева Здесь видите Меньше накат Меньше Волны А справа Волн немножко больше Здесь Как бы Открыто Больше К открытому морю Ну вот здесь Мы хотим Немножко Порыбачить Поохотиться Я буду Купаться И работать Параллельно Вот такая Красота Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Мы сейчас с вами были Вон там Вверху Видите Вот это вот Как раз Тропа По которой Люди спускают Пешком Сюда На мыс То что можно сделать Удобно На машине Делаем Вот сейчас Пояс Готовим В жилете Разгрузочный жилет Разгрузочный жилет Его одевают для того Чтобы Надевают Для того Чтобы было удобно Нырять Потому что Нет Могу Одеть на тебя Все Давай уже Быстрее готовься Жарко Уже хочется Окунуться Тебя одевают Кого-то Надевают что-то Запомни Да Спасибо большое Запомнили Дорогие зрители Это был урок Русского языка Вот 138 регион Пожалуйста Рядом стоит Иркутск Снаряжение Подводного Охотника Охотник Готовится В море Я немножко Искупалась И сейчас Буду Ждать Его на берегу Ласты Такие Большие Носки В море Проведет Достаточно Долго Времени Поэтому Обязательно Расю Одеваемся Охотник Продолжение следует Продолжение следует... 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 24-23 градуса Вода 23-24 градуса Сегодня будем есть окошки Называется песчанка или спизула Целая лоська Как в магазин сходил У меня тут Еще ласты На берег Сейчас мы наберем водички из ведро И опустим эту спизулу Чтобы она песок из себя весь прочистила Потому что она водится в песке И в ней внутри Есть песочек Она должна сама его промыть Иначе живая Она будет в себя воду впускать И с ней будет песок уходить Мы решили не в ведро Вот так на буе просто скинуть ракушку В питомзе И она там будет на камнях чиститься Ну в смысле от песка А мы пока еще покупаемся Люди заинтересовались Вот проводим экскурсию Можно сказать что такое ракушка Спизула Отсюда у нее сифоны Сифоны через которые она фильтрует воду Вот у нее здесь отверстие Вообще ножик надо потоньше иметь Там вот так вот Перевязывается там мышца И она расслабляется И уже открываем Вот это у нее В ней практически все можно есть Вот немножко вот здесь мы вот это вот выбрасываем Вот эти вот кишки вот эти выбрасываем Промываем водички Вот эта сифона у нее У нее два сифона Когда ныряешь И под водой видны только две дырочки Я уже знаю тоже Какие дырочки конкретно Там видно что фильтруется вода Я покажу как мы будем их готовить Люди заинтересованы Так что если интересно Можно организовать экскурсию Обращайтесь Вкуснятина морская Так у нас почищены спизлы наши Выловленные сегодня Вот так вот их разделяют на две части Я показывала на море Как там туристы к нам присоединились И Сережа показал им как чистить И они даже одну сырую съели В принципе вот эти ракушки Можно есть даже в сыром виде Но мы их готовим на гриле Очень вкусно получается Или вот в домашних условиях Я делаю это на противне Вот таким образом И с каким-нибудь шипучим вкусным напитком Так это еще не все Есть добавки Тут у нас на вкус и цвет Так сейчас я выложу все ракушечки А когда мы чистим их на море Возле моря Естественно обычно их ловят Там где море чистое Но мы в черте города вообще не купаемся Стараемся на острова выезжать Там более чистая вода И споласкивать их можно даже в морской воде И тогда они такие солоноватые Это естественно уже Мы сполоснули в пресной воде Но они все равно будут солененькие Такие с морским вкусом На вкус напоминают немножко Как будто бы кальмар То есть здесь самое главное Их не переварить Как в приготовлении любых морепродуктов Будь то Не знаю Кальмар Что еще? Креветки Трипанк Трипанк мы тоже кипятком Только обрабатываем Краб Паром обрабатывают тоже Самое вкусное Тут главное не передержать Сейчас я покажу Что мы кладем вовнутрь Я уже приготовила ингредиенты Что можно верно класть А вы уже кладите на свой вкус Так Ну вот у нас на противень Только половина поместилась Так Дальше У нас здесь чесночок Вот так порезанный тоненько И лимончик Лимончик на 4 части Кружочек я режу Вот так вот И сливочное масло Значит у нас не все члены Наши семьи прекрасны Любят лимоны Вот эти Поэтому я лимоны Буду класть Не буду класть На третью часть Вот этих ракушек Смотрите Кладу По половинку Вот По дольке лимона Он даст сок Вкусненький Так Дальше Сюда же кладу Вот по дольке чеснока Небольшой Опять же Если вы не любите чеснок Не хотите Не кладите Если не любите лимон Не кладите Можно просто Вот смотрите В часть Этих я буду Ракушек Буду класть Только чесночок Один Кусочек чеснока Вот так Но вот Сливочное масло Я рекомендую Класть Как обязательный Ингредиент Смотрите Отрезаю Вот так Кусочек Буквально Немножечко Это Сливочное масло Масло Создаст здесь Такой Сливочный Вкусный Соус Вот так Отрезаю И в каждую Видите Я даже одной рукой Прекрасно Справляюсь Там где ракушка Побольше И мяса Побольше Можно немножко Побольше Сливочного масла Отправить Именно сливочное И духовку Я уже Поставила Разогреваться Гриль Сильный Самый высокий Гриль И 180 градусов Но я думаю Что максимум Это 10 минут Значит До какого состояния Вот эта жидкость Которая вот здесь Внутри ракушки Она должна Закипеть Белок Вот этот Свернется Быстренько И мы достаем Я думаю Даже Когда мы жарим На гриле Это уходит Буквально на разогретом Три минуты Я имею в виду На костре Здесь может быть Чуть побольше Пока противень Разогреется Так Я сейчас буду Доделывать И ставить Духовку Я хочу показать Что ракушки Все еще живые И их скрывают С такой силой Она еще держится Вот видите Язык шевелится У нее Вот Это значит Что это будет Свежайшая Ракушка Масло Масло Растаило Все Готово 100% Вот масло Растаило Все нормально Второй противень Ну у нас Вообще Сколько Три минуты Ушло На все это Сейчас Оставлю Чтобы не уронить Под верхний гриль И пойдем Пробовать Спизу Так Спизула Наша Готова Вот она такая Сока В ней очень много Горячая ракушка Нужно аккуратно есть Сначала нужно выпить Вот этот сок Который здесь образовался Из-за сливочного масла Вкусно будет Ой как вкусненько С чесночком С лимончиком Очень вкусно Потом просто Немножко Вот ее поддеть Она вся вот так Снимается Отсюда И все это Можно кушать Ааа Вкусно 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 Горячо Чистый белок Очень вкусно Сколько сока Еще осталось И мышцы Которые держат Створки Их тоже Можно съесть Всем лайк